Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 что у каждого народа своя судьба. Но сильный народ может изменить свою судьбу. Под предводительством вождя, понимающего, как можно изменить судьбу. Вот скажите мне, господин Мессинг, какой вам видится судьба вашего народа? Моего? Да, того, который пророк Моисей 40 лет водил по пустыне, пока не привел, наконец, в землю обетованную. Ну так что же, господин Мессинг? Мне очень трудно это сделать, господин Канцлер. Почему? Так. Ваш друг Эрик Ганусен говорил мне, что легче всего пророчествовать тому, кого ты любишь. Да. То есть... Нет. Вы, видимо, слишком чувствительный, господин Мессинг. Так, у вас нет хладнокровия и невозмутимости пророка. Пророк должен стоять выше невзгод и несчастья простых людей. Прошу вас. Да. Спасибо. Спасибо. Пророк смотрит поверх голов, когда видит свет будущего. Ибо этот свет, эти картины, высылает ему само провидение. Чтобы разговаривать с Богом, нужно быть очень сильным. Вы правы. Абсолютно правы, господин Канцлер. Эти способности посланы мне, я думаю, случайно. Я не заслуживаю их, нет. По всей своей жизни и по психофизическому складу я принадлежу к обыкновенным людям. А вы большой хитрец, господин Мессинг. Я. Большой хитрец. Я? Ну хорошо. А будущее Германии на ближайшее время? Самое близкое будущее. Вы можете мне предсказать? Что с вами? Вам плохо, господин Мессинг? Может быть, врача? Или просто воды? Или спиртного покрепче? Я не пью. Молодец. Я тоже. Ну так как? Папеттайз. Ну так как? Девушки отдыхают. Давление? Ну что, что с ним случилось? Ничего страшного, мой хюр. Обыкновенный обморок. Ну? Как вы себя чувствуете? Нормально. Хорошо мне. Мне хорошо. Я вернулся. Отлично. Вы нас напугали. Неужели вы увидели нечто такое страшное, что повергло вас в столь глубокий транс? Я увидел ужасное война, кровь, бомбы, разруха. Солдаты рейха. Ваши победы. Первый пойдет Чехословакия в 38-м. Потом осенью Польша в 39-м. Бельгия, Бельгия, Голландия, Франция, Югославия, Хорвегия. Свастика, свастика, свастика над Европой. За тебя, за нашу... Благодарю. Благодарю тебе. А что ты говорила в прошлый раз? Я... Я, честно говоря, не помню. Вот он. Лева, а? Наша Кассандра. Ну вот. Слава Богу. Наконец-то он нашелся. А я и не терялся. Я просто хотел побыть один. Да. И не стыдно тебе, а? Вот пришел, напивается один, без друзей, как будто мы не хотим. Не стыдно? Нет. Мы ждем, нервничаем. Вольф. Не стыдно. Питер. Вольф, как прошла встреча? Что он сказал? Кто? Фюрер. Кто? Прости. А фюрер мне ничего не говорил. Это я ему сказал, что с нами дальше будет. А что с нами будет? Что? Что ты ему сказал? Ну, что сказал, то и сказал. Тебе-то что? Сказал. Питер. Питер. Лева. Лева. Страшно. Страшно, да. Так страшно, как никогда раньше страшно не было. Тяжело. Господи, как же я устал-то. Мотаюсь по странным окротам. А зачем я? Кто я есть-то? Вот кто я? Каприз природы или экзотическое чудовище? Или, может быть, каприз Господа Бога? Может быть, это называется жизнь? Тогда зачем она дается человеку? Зачем мне дана эта жизнь, если я никому не нужен, никому не нужен, никому я могу видеть сквозь время, но не могу изменить ничего? Господи, зачем ты дал мне эти способности? И чего я стою? Чего? Чего ты стоишь? Ты, ты многого стоишь. Мы, мы с тобой стоим. Да мы все стоим. Вся наша команда стоит очень многого. Так, друзья, я, я только что от Геббельса. По личному распоряжению фюрера, через месяц нам открывают лабораторию. Вольф. Нашу с тобой лабораторию, Вольф. А пока нам разрешены гастроли по всей территории Германии. Опа! И первое выступление уже завтра. А? Ты слышал, Вольф? Официант! Официант! Шампанского! Сию минута, господа. Я благодарю вас, доктор Иганасьевна. Счастливо. А шампанское? Нет, не надо. Пусть побудет один. Не надо. Благодарю вас, благодарю. Дамы и господа, смею представить вашему вниманию уникальнейших в мире докторов психологии и гипноза доктора Ганнусена и доктора Мессинга. Прошу. Прошу вас, господа, задавать любые вопросы доктору Ганнусену, естественно, построенной в виде задачи, которая будет решена здесь, сейчас, не сходя со сцены. Прошу вас. Прошу, доктор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, уважаемая публика, я в вашем полном распоряжении. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 доктора гануссона назвать мое имя и мою профессию нет 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 не нужно садиться я должен вас хорошо рассмотреть люди давно не ходят по магазинам они давно не ищут их они покупают и получают реальные деньги обратно за свои покупки в интернете летишопс точка ру проходи по ссылке в описании и покупай с реальной выгоды вас зовут ваше имя ваше имя курт курт бонхофф и вы владелец мясной лавки я правильно сказал я искренне восхищен этот лавочник наш человек нет господин стандартен фурор наши люди сидят пятом двенадцатом и пятнадцатом ряду прошу прошу еще вопрос я хотел задать великому доктору еще один вопрос если у меня семья и какая она что ж господин бонхофф я отвечу на ваш вопрос хотя признаться мне бы хотелось услышать вопросы и от других зрителей ваша семья ваша семья пожалуйста у вас жена и трое детей мальчик и две девочки мальчику двенадцать а девочкам соответственно девять и семь лет верно я правильно сказал а вот и нет у меня пятеро детей три мальчика и две девочки получается вы ошиблись господин ганусы 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 6 6 Минутку! Минутку внимания, почтеннейший публика! Я прошу минуту внимания! Вы отчасти правы, Курт. Отчасти. Но и я тоже не ошибся. Я просто не принял во внимание ваш первый брак. И вашу первую супругу, от которой у вас действительно двое сыновей. Я прав? Но ведь я прав! Да, 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 да. Ошибся я! Ошибся я, потому что ваши взрослые сыновья не живут в вашей новой семье. Ведь я прав! Ведь, ведь прав! Я прав? Да, 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 правильно. Ах! Браво! И чтобы уже окончательно, окончательно предвосхитить ваш последний вопрос, господин Бонхов, я скажу вам, что имя вашей нынешней супруги Марта! Так? Да! Да! Правильно! А вы хитрец! Вы большой хитрец, Курт! Но и достойный соперник. Измотали вы меня, измотали. Ну, а тем временем я представляю вам своего коллегу доктора Вольфа Мессинга. Прошу! Спасибо, спасибо, спасибо. Прошу, вопросы ко мне. Расрешите? Можно? Да, конечно, прошу вас. Я читала в газетах, господин Мессинг, что вы предсказываете будущее. Так ли это? Я постараюсь в меру своих способностей и возможностей удовлетворить ваше любопытство. Будущее, оно не только меня волнует, господин Мессинг, оно волнует весь германский народ. В ту войну у меня погибли на фронте муж и мой старший брат. Сколько еще таких мужей, братьев останется на войне? Каким вы теперь видите наше будущее? Да, да, будущее. Каким? Каким вы видите? Говорите же! Что же вы молчите? Говорят, вы знаете. Мессинг, не могу. Господин Мессинг, тише, пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Простите, но мне очень трудно ответить на этот вопрос. Ну, почему? Говорите! Ну, не молчите же! Я постараюсь заглянуть в будущее. Только вы должны добраться терпения. Все добраться терпения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Это война. Ужасная война. Я вижу убитых людей. Очень много мертвых солдат. Я вижу пожары. Я вижу самолеты в небе. Они сбрасывают бомбы. Разруха! А дальше? Что будет дальше? Дальше? Что будет дальше, когда война пойдет на восток? Дальше. А дальше? Господин Весенко! Если война пойдет на восток, Германию ждут миллионы смертей ее солдат. Миллионы смертей разных людей. Если война пойдет на восток, Третий рейх рухнет и Германию ждет. Страшная катастрофа. Сволочь. Жидовский облюдок. Прикажете арестовать штандартом фюрер? Права пока не имею. Могу только доложить. Едем в Берлин. Благодарю вас, Орда. Вольф, язык ваш, враг мой. Об этом раньше нужно было думать. Раньше? Идите, спино за чертов. Он... Ну и зачем ты это сделал? Прорицатель, черт. А, отстань. Нет, нет, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Нет. Нет, ты не уходи, ты мне ответь. Ты мне ответь. Зачем ты это сказал? Ну, сказал и сказал. Не мог я соврать. Поня... Понятно? Вы поглядите на этого оракула. Он, видите ли, не мог он соврать. Фуцгерцег, вы можете сказать, что произошло? Что произошло? А вот что произошло. Слушаюсь, мой фюрер. Немедленно арестовать. Обоих? Обоих. И доставить ко мне. Если будет попытка бежать, скрыться, уничтожить. Слушаюсь, рейхсминистр. Можете идти. Да, после таких пророчеств они нас всех арестуют, как одну компанию. Тут даже к краю бы не ходили. Господа, я не трус. Но нам надо бежать. Нам надо срочно бежать в Польшу. Вольф, Лёва, господи, скажите, я прав? Да, господи, ну какая Польша? Вы что, не понимаете, где вы находитесь? Вы в Германии, здесь СС, здесь гестапо. Здесь за каждым нашим шагом следят. А почему же? А почему же ты заставил меня сюда приехать, доктор Ганусен? Страшно было одному-то. Так? Да через месяц, всего бы, всего бы через месяц мы могли бы стать большими людьми. Хозяйами собственной лаборатории, если бы ты не был таким тупоголовым идиотом. Это почему же я идиот? Ты, ты, да! Да потому что ведёшь себя как идиотики. Да, да! Прекратите! Да, прекратите! Да, прекратите, ядка! Тихо! Я идиот. Как ни прискорбно, я первый из вас. Вы скандальте, скандальте. А гестапо сюда, наверное, уже едет. Вы с нами? Я никуда бежать не собираюсь. В конце концов, я не делал никаких предсказаний. Да, я лоялен к режиму и пользуюсь доверием фюрера и пресс-министра Геббельса. А вот вам, господа мои, действительно нужно бежать. И как можно скорее. Вольф, они не пощадят никого. Доктор, я умоляю вас, умоляю. Помогите нам, я первый раз обращаюсь к вам с просьбой. Ну, что вы молчите, доктор? Ну, скажите же хоть что-нибудь! Куда же вы, доктор? Держите, держите. Это ключи от моей машины. Там внутри пропуск, он во все районы Германии. И если у них не хватит мозгов искать вас в моей машине, то к утру доберетесь до границы с Польшей. Ну, а там уже, там действуйте самостоятельно. Вольф, все, езжайте. Это наш единственный шанс. Его надо использовать, быстро. Прямо сейчас? А наши вещи? Какие вещи? Какие вещи? Я согласен остаться голым, но живым. Все, все, все. Поехали. Поехали. Горобунов Талосы. Да. Ганусен. Огромное спасибо. Вольф, езжайте, езжайте. Я вам, я вам прощаю ту проститутку. Все. Спасибо. Поехали, Вольф. Нам надо еще переодеться. Поехали. Ну что ж. Прощай. И береги себя. Да. Прощай, Вольф. Прощай. А я ведь завидовал тебе. Да ну. Да, да. Да. Такое с людьми бывает, Вольф, бывает. Но я же... Я не полный дерьмо, Вольф. Да перестань. На чем ты? Да к тому же люблю тебя. Я не знаю, Вольф, Господь ли нас наделил священным даром, либо дьявол проклял. Я до сих пор не могу понять. Не понимаю. И я не понимаю этого. Езжай, пожалуйста. Езжай. Езжай. Тебе пора. Езжай. Эрик. Эрик. Пожалуйста. Береги себя. Береги. Береги. Да, все. Все. Вольф, спасайся. Беги. Да. Бегите! Прошу. А? Раскочим. Лишь бы они сразу не спохватились. Раскочим. А какая тут его машина? Вот, Лева. Ну, идите. Это? Поищите. Поищите в машине пропуск. Вот этот? Этот, этот. Сам не видишь? Ага. Садитесь. Держи. Держи. Ага. Субтитры подогнал «Симон» 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 Прошу. Не поздно мы едем. А вы не волнуйтесь. Успеем. Едем. Я прошу вас, машина. А где ваш автомобиль? На стоянке. Покажите. Покажите. Ну? И где ваша машина? Не знаю. А может угнали? Ключи. Ты отдал машину этим мерзавцам? Вместе с пропуском? Что вы себе позволяете? Как вы смеете? Ты знаешь, что тебя ждет. По машинам! Пусть это меня! Я буду жаловаться фюреру! Вам это просто так не советую. Родон фюрер, срочно сообщите всем патрулям о немедленном нахождении и задержании Бьюика 316-444. Несмотря на пропуск, подписанный Рейск фюрером. Слушаюсь, господин штандартен фюрер. Она... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прошу вас, доктор Ганнессон, вылезайте. Прошу вас, доктор Ганнессон, вылезайте. Я нужен фюрер. Фюрер более не нуждается в ваших услугах. Идите. Вы не посмеете, я... Да идите же, черт вас возьми! Идите, проверьте шарферы. Слушаюсь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтоб ты провалился, я умоляю, Вольф, что нас сейчас ожидает. Ваши документы? Прошу. Благодарю вас, проезжайте. Пропустить! Слава Богу, печать рейхсфюрера сработала. Вольф, или это вы постарались? Я спал. Слава Богу. Слава Богу. МОсь помоячься, я değild Anna vegetation. Ну что, друзья, поздравляю! Через час Баршава! И Чаполска не сгинела Пока мы живы! Ой, неужели, а? Неужели мы дома? Мы дома! Даже не верится. Спасибо доктору Ганусену. Дай бог ему здоровья. Спасибо, доктор! Как нам вернуть тебе эту таратайку? Снимите шляпы, господа. Что ж случилось? Ты что-то почувствовал? Питер, доставайте ваш коньяк. Помянем Ганусена. Вольф, извини. Ты уверен? Ты это видел? Его убили? Сегодня ночью, Канарис. Как? Бог мой! Ай, сволочи! Бог мой! Бог мой! ПОДОМОЬНАЯ МУЗЫКА Иди сюда. Все, 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 надо жить дальше. Я сделаю огромные гастроли в Европу, в Варшаву. Да, да, но сначала я должен повидать доктора Абеля. Я должен ему передать все записи, все наблюдения за эти годы. Абеля, я вас очень прошу, передайте от меня поклон доктору. Вы что, вы не с нами? Нет. Как? А вот так. Я сколько лет не был дома. Вольф, Вольф. Что? Что Вольф? Что Вольф? Я прошу, берегите себя. Берегите? А как? Где? Когда мы все встретимся? Когда встретимся, когда вы хорошо организуете гастроли. И вот тогда я дам знать о себе. А, смотри мне. Вот так, друзья мои. Ты свистни, себя не заставлю, я ждаю. Я не Шипольска, друзья мои. Силая. Ой, страшно. Ну? Боже мой, как же хорошо оказаться дома. Все, родное. Павел Врославов, ну давай быстрее, быстрее, быстрее. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Ой, стой! Стой! Что случилось? Поезжай, я, я пешком. Я напрямки, я помню дорогу. Вот шальной. А, эстры живут еще. А как же. Где? Да вон они. Вот твои-то сейчас обрадуются. Ну, пошла. Вот я и дома. Ну? Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры подогнал «Симон» Мама, мама, Олик вернулся! Субтитры подогнал «Симон» Мама, мама, Олик вернулся!